Вот пришло сообщение, лично ловил дельцов от Лоскутовской поликлиники, Томский район, Томская область, которые мне нарисовали липовую диспансеризацию, есть документы, но никого не оштрафовали, не привлекли к ответственности. А уже с нами на связи эксперт Григорий Бобинов, председатель первичной организации профсоюза работников здравоохранения под названием «Действия». Григорий, мы вас приветствуем, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, выясняется, что это актуальная проблема вне зависимости региона. Почему это происходит? Скажите, кто зарабатывает на этом? Слушай, ну вы правильно позвонили именно в профсоюз «Действия», я представляю профсоюз «Действия», и мы как раз боремся с этой системой, и у нас есть план решения этой проблемы. Эта проблема очень легко решается, но никто не видит именно корня этой проблемы. А в чем он? То есть корень в том, что у нас сейчас медицинская, ну именно медицинская помощь превратилась в медицинскую услугу. А медицинская услуга – это товар. А товар в капиталистических отношениях – это основное. То есть капиталистическое производство стремится к максимизации прибыли. Соответственно, наши главные врачи, которые являются главными менеджерами в больнице, сделают все, чтобы эта прибыль была больше. И по большому счету они сами толкают врачей на преступления. Они, естественно, не будут говорить, а ну-ка давай-ка там что-нибудь делай, вот я, ну там, приписками занимаюсь. Он просто выжмет из врача, и это выжимается в каждой больнице следующим образом. У нас очень многое зависит от стимулирующих. В некоторых регионах стимулирующие составляют 70%. И если ты не выполнишь норму главного врача, она всегда завышена, то, соответственно, ты это стимулирующих не получишь. А вот извините, а вот мне всегда казалось, что подобные планы, да, по оказанию медицинской помощи – это что-то такое очень трудно связанное с действительностью. Потому что, ну как можно спрогнозировать количество пациентов, которые придут и обратятся к вам за помощью? Так не надо прогнозировать. Есть задание какое-то, госзадание, его надо переплюнуть. Переплюнулся в этом году с помощью приписок, тебе в следующем году дадут больше госзаданий. Больше госзаданий, больше денег. Здесь не надо ориентироваться на обращаемость и тому подобное. Надо только ориентироваться на прибыль, которую получит, ну, соответственно, больница. В больнице, как любое капиталистическое предприятие, будет стремиться к увеличению этой прибыли. И врачи поставлены в этот замкнутый круг. Так получается, что врачи вынуждены заниматься такой махинацией, чтобы не решиться этих стимулирующих? Либо ты делаешь приписки, либо ты остаешься без стимулирующих. Понятно, хорошо. Это мы сейчас обрисовали ту ситуацию, которая, по вашему мнению, сейчас существует в здравоохранении. Хорошо. Что должно измениться прежде всего? Прежде всего, профсоюз действия борется за то, чтобы мы вернулись в бюджет. То есть бюджет – это то, что осталось от советской медицины. То есть если мы сейчас пришли на обязательное медицинское страхование, то есть на капиталистические отношения, то, соответственно, мы как раз и вступаем вот в эти категории прибыли, да, увеличение прибыли и тому подобное. Бюджет это исключает. Тем более сейчас уже в Думе муссируется вопрос о том, что перейти с ОМС на ДМС. То есть, ну, примерно планка, как в Соединенных Штатах, там вне помощи уже оказывается 30 миллионов, и Обама за два срока с этим не мог справиться. Но если мы перейдем на ДМС, ОМС, то у нас вне медицинской помощи окажется миллионов 70. То есть вот такие у нас перспективы. То есть мы либо переходим на бюджет, либо сваливаемся в яму в такую, и потом потом не выиграть. Простите, но мы вот постоянно говорим о том, что у нас бюджеты, особенно региональные, они, ну, скажем так, небогатые. И откуда взять вот дополнительные средства для того, чтобы обеспечивать в том числе еще и здравоохранение из них? Ну, понимаете, средства-то они есть, они выделяются и распределяются непонятно как главными врачами. То есть на них идет ответственность. Каждый регион, у каждого региона есть деньги, но если посмотреть зарплатные ведомости и все остальное, то получится, что небольшая прослойка медицинских работников, примерно 5%, ну, как бы завышенные зарплаты до основной части не доходят. По большому счету, есть же статистика, то есть, ну, условно, Скворцова с Министерства здравоохранения, если посмотреть их статистику, она знает, сколько каких врачей там. Два эндокринолога там, два эндокринолога здесь. То есть они могут, в принципе, из центра назначать зарплату. И потом есть такие наблюдения, что, например, для стимулирования достаточно от 5 до 10%, больше не надо, чтобы врач вот именно и называл стимулирующий. А когда там 70%, понимаешь, ты идешь на работу и не знаешь, что тебе могут эти 70% не заплатить. И ты сидишь как на иголках каждый месяц, и ничего сделать с этим не можешь. Ничего не можешь с этой системой сделать. Но это же, согласитесь, это вопрос контроля. Вопрос контроля распределения финансов. Да все это ерунда. При каталистической системе так все и будет. Сейчас мы вот так работаем, потому что мало контроля. Будет больше контроля, придумываются другие схемы. Вы знаете, еще один такой вопрос. По сути, вот эти деньги, о которых мы сейчас говорим, это отношения между страховой компанией, ОМС и, собственно, лечебным учреждением. Главным врачом, главным врачом. И главным врачом. Как вы думаете, почему сами страховщики не вцепляются бульдожихваткой в тех врачей, которые тянут из них деньги? Нет, это не проверить. Это очень надо кропотливо сидеть. Тем более, система только развивается. Гайки, по большому счету, только сейчас начали со страховой компании закручиваться. А до этого были случайные люди. Как-то работали, втягивались в эту систему. Ну, сейчас вот стянулись. Сейчас, может быть, будет какой-то контроль. Но еще раз повторюсь. Пока будет капиталистическая система и пока не перейдет медицина на бюджетную сферу, хотя бы госклиники, все так и будет продолжаться, просто будут другие схемы. Ну, вот смотрите. Просто давайте сравним вот эти системы, которые существуют сейчас и которые вы предлагаете. Сейчас существует фонд медицинского страхования, куда поступают деньги от нас, работников, через работодателя. Они там аккумулируются и при обращении, собственно, с полисом в лечебное заведение, там уже через страховую компанию эти деньги отправляются в поликлинику. Если будет некий бюджет, выделенный на здравоохранение, так же же должна... Ну, то есть система будет, по сути, примерно такая же. Человек приходит и из этого бюджета будут точно так же выделяться деньги на здравоохранение. Неужели в этом случае не смогут приписывать точно так же несуществующие заболевания для того, чтобы из бюджета получить эти деньги? Ну, в бюджете там же еще основной было именно оклады, то есть были тарифные вставки у врачей. По всему Советскому Союзу одинаковые зарплаты. Ну, соответственно, там есть, понятно, регионы там севера, еще там надбавки какие-то. Но все были понятны, но именно из бюджета платилось именно, как его называется, зарплаты по тарифным вставкам. И это никак не зависело от плана, не плана. Есть лицо, заплатите, нет у врача, не платите. Есть медсестра, заплатите по ставке. Все. И когда человек, именно врач, не привязан к плану, он как раз думает именно о медицинской помощи, а не бы услуги, чтобы побольше услуг оказать и побольше заработать. Получается, что если это малоконтролируемо, то сами люди могут пожаловаться и проконтролировать. Ну, точнее, как до прокуратуры дойдет, вот как нам показывают эти случаи в СМИ. Ну да, 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 но еще раз говорю, вот сейчас эта схема, вот она не прошла, будет другая схема, ну посложнее. А сейчас пока прокатывают такие, будет прокатывать такие. Хорошо, а как узнать, какие медицинские услуги были нам оказаны? Все могут зайти на сайт Босуслуг? Сейчас только Босуслуги это предоставляют. Если там все нормально оформлено, то это все видно. Понятно. Ну, я так понимаю, исходя из ваших слов, что самая главная перемена, которая должна произойти, чтобы врачи перестали приписывать несуществующие оказанные услуги, это снижение их зависимости от вот этих самых стимулирующих надбалок. Потому что они в таком подчиненном состоянии, для того, чтобы хотя бы какие-то деньги заработать, им нужно не работать, не осматривать пациентов, а, скажем так, высасывать диагнозы из пальцев. Да, да. Из нас просто жилы тянут. Просто из медработников тянут жилы этими планами. Подождите, еще раз. То есть вы говорите о том, что эти деньги уходят главным врачам? Ну, и приближенным, да. То есть у нас есть 5% от медицинского сообщества, которые живут хорошо, у них все средства связи и все остальное. Но 5%, допустим, у нас 800, 5% это, ну, 1040. Представляете, 1040 постоянно говорят, что у нас все хорошо. Нам снизу не перекричать, здесь 40 тысяч, тем более у нас ничего нету, чтобы перекричать. Но, получается, кто владеет документацией, тот и я. Владеет динько. А скажите, пожалуйста, а насколько, скажем так, это обычная ситуация в мировой практике, когда главный врач лечебного учреждения самостоятельно распределяет вот эти надбавки? Слушайте, ну, что значит? Это любое категорическое предприятие, если ты сидишь у руля, соответственно, ты и распределяешь деньги. Ну, просто в других странах наверняка эта система работает, чтобы... Почему она не работает у нас? А почему не работает? У них такие же проблемы, как и приписки. Вот у них недавно были случаи, когда поймали стоматологов, которые просто... А, не стоматологов, а онкологов, которые занимались тем, что лекарства толкали и лечили здоровых от онкологических заболеваний. Непосредственно, по-моему, в Великобритании. Это обычная система, приказ в системе, понимаете? Мы от этого никуда не денем. Но вообще, если мы говорим о плане, то и правда, как сказал Анатолий, ситуация странная. Ты же не возьмешь больше пациентов, если их нет, если они в коридоре не ждут? Ну, смотрите, вот, например, я работаю на скорой, да, то есть у нас фельдшера сидят на приеме вызовов. Звонок от обычного человека и говорит, скажите, пожалуйста, вот у меня температура 37, а что мы принять? Фельдшер говорит, 37, да подождите, ничего принимать не надо, если что, то это и это. Сейчас идет другая система, сейчас идет другая, по-другому. Подождите, срочно записывайтесь к врачу, проходите полное медицинское обследование. Сейчас приедет бригада, посмотрит, я ничего не могу. Понятно. Чего ничего не могу, вот он вызов плюс. Получается, что вы непосредственно занимаетесь этой работой, вот как мы вас объявили, председатель первичной организации профсоюза работников здравоохранения действий. Да, 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 это наш профсоюз межрегиональный, мы боремся за бюджет, мы боремся за стимулирующие, которые должны не больше 5% быть в зарплате. Григорий, а сейчас уже есть какие-то подвижки? Обращают на вас внимание? Да, естественно. Наши активные действия, вот сейчас пенсия бастовала 500 скоропомощникам, им зарплату увеличили вдвое. До этого был вариант, что нет, никак невозможно, денег нет. Понятно. Так что наши активные действия влияют на ситуацию. Понятно. Спасибо большое, Григорий. Григорий Бобинов, председатель первичной организации профсоюза работников здравоохранения действий, был на связи с нашей студией. Продолжение следует...